Мир инноваций и собственное дело. Для участников проекта «Технолидеры будущего» это не просто слова. Илья Павлов и Даниил Бушин учатся в восьмом классе. О сложностях, с которыми сталкиваются школьники каждый день, знают не понаслышке. Ребята разработали концепцию умного портфеля, который возьмет на себя часть ежедневных забот и сделает жизнь проще. Ну, например, мы встроим пауэрбанк для того, чтобы в любой момент можно было подзарядить телефон или другое устройство. Также собираемся вшить трекер, чтобы родитель всегда видел, где находится его ребенок. Это создано специально для начальной школы. Идею умного портфеля разрабатывали, что называется, всем миром. Точнее, всей 35-й школой. Для того, чтобы определить нашу целевую аудиторию, нам понадобилось создать гугл-платформу, на которой мы опрашивали учеников нашей школы. Так в проект портфеля добавили экран с расписанием, пропуск в школу, дождевик и другие аксессуары. Всего на суд жюри вынесли 20 идей. Здесь ребята не презентуют еще готовые такие уже бизнесы. По сути, здесь они должны презентовать хорошо проработанную бизнес-идею. Их ключевая задача была сходить к целевой аудитории и действительно спросить у них, что это действительно им важно и нужно. И тот продукт, то решение, которым они предлагают, действительно будет востребовано. По итогам конкурса три лучшие команды вошли в федеральный проект технолидера будущего. Дополнительные баллы КИГ при поступлении в ВУЗ, участие в крупных экономических форумах, путевке в Орленок или Артек и знакомство с инвесторами. Это перспективы, которые открылись сегодня перед юными изобретателями. Лариса Марковчина, Сергей Дорохов. События дня.